Здравствуйте! Меня зовут Самой Ленка-Наталья. Хотелось бы затронуть одну очень интересную тему. Я хочу поговорить о микоризе. Причем к этому сюжету меня подтолкнули две вещи. Первое – это разгорающиеся споры вокруг сбора лесной подстилки и верхнего слоя земли в лесу. А второе – всевозможные препараты на основе микоризных грибов. Самое сложное в этой теме простым языком объяснить суть процесса. Но я попробую, хотя скажу сразу, я не миколог. Поэтому очень глубоко копать не буду. Но надеюсь, что смогу дать достаточной информации и пищи для дальнейших размышлений. Начнем с определения, что такое микориза. Микориза – это взаимовыгодный союз растений и грибов, в результате которого грибы получают сахара, а растения – минеральные вещества. В частности, фосфор, азот, калий и так далее. Итак, микориза – это союз между растением и загадочными грибами. Давайте посмотрим более подробно, что приносит этот союз всем участникам. Любое растение, неважно, трава это или большое раскидистое дерево, обладает уникальной способностью. Оно питается светом. В буквальном смысле этого слова. Этот уникальный процесс получил название фотосинтез. То есть фотосинтез – это химический процесс, при котором вода и углекислый газ превращаются в кислород и продукты питания, то есть сахара, при помощи энергии, поглощаемой солнечного света. Поэтому деревьям, да и любым растениям, очень важно сохранить свою зеленую массу. Из-за этого они так стремятся занять как можно больше места. Им нужно запастись питанием и для себя, и для тех, кто живет в земле. Я все немного упрощаю, но суть это не меняет. Ни человек, ни животные, ни грибы не обладают этой способностью. Таким образом растение обладает великой ценностью, настоящим сокровищем – сахаром. Это вещество просто необходимо бактериям и грибам. И они устремляются к растению, чтобы получить от овсяницы, спиреи или дуба этот великий дар. В природе все устроено гармонично. И если ты что-то берешь, то будь добр что-то отдать взамен. Грибы взамен на сахара помогают растению с водой и трудноусвояемыми веществами. В частности, с фосфором. Вообще роль этого союза очень сложно преувеличить. Помимо того, что гриб помогает растению, а растение – грибу, микориза улучшает структуру почвы и препятствует ее эрозии. Играет немаловажную роль в разложении лесной подстилки. О микоризе можно говорить до бесконечности. На самом деле это очень интересно и увлекательно. Но у нас с вами не так много времени, и давайте двигаться дальше. На вопрос, что такое микориза и какую роль она играет в жизни растений и грибов, мы с вами более-менее разобрались. Теперь мы плавно переходим к другому, очень важному вопросу – внесения этих самых микоризных грибов в почву. Первое, что приходит в голову, это пойти в ближайший лесопарк и набрать хвойного опада или немного земли. Таким образом считается, что вы как бы заражаете почву жизнью. Спорить тут сложно. Действительно, самая живая земля находится в лесных массивах. Вот только вопрос – а нужно ли это? В нашем законодательстве существует даже статья, по которой предусматривается административный штраф. Не только если вы будете рубить лес, но и за сбор подстилки. Есть даже правило, когда и в каком лесу ее можно собирать. К примеру, в осенний период это делать запрещено. И в молодом или средневозрастном лесу тоже не рекомендуется. Но все это ерунда. Вряд ли это вас остановит. Шанс того, что вы наткнетесь на лесника, крайне мал. Еще меньше, что он заморочится с вами на оформлении документов. Хотя я знаю таких, кто заморачивается. Так уж сложилось, что к законам мы относимся немного наплевательски. Ну, подумаешь, немного земельки набрали. Подумаешь, иголок. Вон в лесу их сколько? Еще нападает. Это, конечно, так. Но законные правила никогда не рождаются на пустом месте. Вы когда-нибудь задумывались, почему в лесу плодородный слой такой маленький? От сантиметра до трех. Ну, хорошо, максимум пяти. Грибники. Вспомните Ленинградскую область. Тоненький слой земли, а дальше песок. Ведь так? А я вам объясню. На образование одного сантиметра земли уходит сто лет. Это очень длительный и не очень простой процесс. То, что лесное сообщество создавало десятилетиями, мы иногда уничтожаем замкновение. Этот аргумент тоже может не подействовать. В конце концов, к гибели леса это действительно не приведет. А что не сделаешь ради наших растений и на преступления пойдешь. Но есть еще один довод. Ну, хорошо, вы принесли почву из леса. Только для того, чтобы эти микроорганизмы начали активно работать, должно совпасть очень много факторов. Сухость, кислотность, температура почвы, подстилающая порода, даже тип растений имеет большое значение. У вас достаточно знаний, чтобы это определить. Вы хорошо знаете состав своей почвы? Вот у меня таких знаний нет. И, увы, я не сдаю ежегодно почву на анализ. А ведь она постоянно меняется. И по-хорошему это делать надо. Ну, хорошо, в лес ходить нельзя. Ну, да и хлопотно это, если честно. Но, может быть, мы тогда просто купим уже готовую микоризу. Можно. Но вот только зачем? Микоризных грибов много. И в той же лесной почве их содержится большое количество. И еще кучу различных микроорганизмов. А когда вы покупаете препарат, то там очень ограниченное число видов. 2-3. Ну, хорошо, пусть даже 20 или 30. Это все равно мало. Вы уверены, что это именно те грибы, которые вам нужны? Гуляя по форумам, наткнулась на обсуждение одного из микоризных препаратов. Тема, правда, посвящена винограду, но сути дела это не меняет. С вашего позволения я процитирую один из постов. Мне он показался крайне занимательным. Есть новая информация о препарате Микоплант и микогрибах Гломус, полученная от директора фирмы-производителя Микопланта, господина Андерсера Мросака, об опыте применения препарата. Виноградные сорта образуют симбиоз с семьей Гломус на все 100%. Результаты исследований различаются по регионам и зависят от климатических условий. В Португалии, например, благодаря профессору Ионе, очень старые виноградники, им примерно 80 лет, были микоризованы. В следующем году мы ожидаем там очень хороший урожай, как в лучшие годы. Это абсолютный успех. В прохладных регионах, например, в Германии, в течение первых двух лет заметные различия могут вообще не проявиться. Было даже наоборот. В первом году микоризованные растения даже уменьшились. Гриб получал от растений углеводы, в которых, однако, нуждаются самые доноры. Поэтому это тормозило рост растений. С 3-го и 4-го года уже четко фиксировались значительные изменения. Только одна биомасса увеличилась в два раза по сравнению с ними микоризованными растениями. Естественно, урожай был также соответствующий высоким. Рост до 60% и выше. Интересно, правда? Все это говорит о том, что результаты могут быть совсем неожиданными. Они могут быть положительными или могут оказаться пустой тратой денег. Есть еще один неприятный момент. При внесении микоризных грибов из зне может начаться маленькая такая война. Но представьте себе, есть стабильное сообщество, все хорошо. И вдруг туда подселяют кого-то из зне. Вам, например, понравится, если завтра к вам на дачу завалятся чужаки. Вы знаете, как будут дальше развиваться события? Может быть, вы, конечно, подружитесь и будете жить душа в душу. А может быть и другая ситуация, которая плохо кончится как для вас, так и для незваных гостей. Никто нигде не любит чужаков. Такая ситуация происходит как среди людей, животных, так и среди грибов и растений. Думаю, думаю, что я вас совсем забила с толком. Сначала долго рассказываю, как нужна микориза. А потом говорю, что в лес ходить не надо и препараты покупать тоже не надо. И что делать? А по большому счету ничего сверхъестественного и трудозатратного. Если у вас на участке растут растения, то это уже говорит о том, что земля живая. И в ней есть и грибы, и бактерии, и много чего еще. Ваша задача сохранить и приумножить это богатство, а не убить. А сделать это не так уж сложно. Старайтесь аккуратно использовать минеральные удобрения. Мы так любим свои растения, что готовы кормить их целыми сутками, не подозревая, что убиваем этим свою почву. Постарайтесь не поливать почву химическими фунгицидами. Они не разбирают грибы на хорошие и плохие. Для них гриб значит враг. Все должно быть в меру. И удобрения, и препаратов по защите растений. Не стоит надеяться лишь на щепотку лесной земли или дорогостоящие микоризные препараты. Если у вас бедная почва, то ситуацию только грибами не изменить. Ваши микроорганизмы и грибы просто умрут там с голоду. Им тоже надо что-то есть. Внесение микориза имеет смысл только в том случае, если садовод имеет дело со стерильным грунтом. То есть это теплицы и контейнерное производство. А на садовых участках это что-то из разряды плацебо. Хотя нет ничего плохого, если вы попробуете развести у себя маслята, белые или подосиновики. Большинство высших грибов также являются микоризными. А мухомор вроде бы даже универсалом. Он выступает в симбиоз с очень большим количеством растений. В общем, на микоризу надейся, а сам не плашай. На этом все. Подписывайтесь на канал. Обязательно под этим видео оставляйте комментарии. До скорых встреч!